Павлодарские поисковики отряда Майдан-Джуулы помогли найти родных казахстанского солдата. Ранее к ним обратились коллеги из России, которые обнаружили данные о нашем земляке. Рассказываем подробнее. В Ленинградской области при работе с архивными документами были обнаружены сведения о войне казахстанцы. А именно, поисковым отрядом Форпост города Кингисеп было найдено донесение о потере самолета, пилотируемого Алексеем Адамовым, уроженцем Североказахстанской области. После поисковики направились в деревню Сосницы Волосовского района Ленинградской области, где было установлено место захоронения экипажа. Суть поиска в том, что эта могила была неухоженная, администрация Волосовского района начала увековечивать их имена и хотят установить обелиск памятный. 9 мая уже будет планировать открытие. Хотели найти родственников для того, чтобы пригласить их и, в принципе, узнать, в курсе ли они о судьбе своего ветерана-фортовика, который погиб и разбился в воде лекарственной войны. Мы занялись поиском, обратились в администрацию Североказахстанской области, также к журналистам, СМИ. При большой поддержке СМИ я благодарю за то, что они активно ведут эту работу. И мы нашли родных, они находятся там же, в том же Североказахстанской области, в том же районе. И откуда был призван Алексей Григорьевич. Алексей Адамов родился в 1918 году в селе Виноградовка Красноармейского района Североказахстанской области. На момент гибели ему было 23 года. Получается, его перед войной призывают в армию, попадает он в Ленинград. Там его посылают на курсы летчиков. Именно на вот такие тяжелые самолеты. И тут начинается война, и его, конечно же, на фронт. Я не знаю, сколько он за месяц успел полетать, но в тот день им не повезло, троим. Получается, экипаж три человека, он за штурвалом, и два впереди штурман, и сзади вот этот с пулеметом тоже. 25 июля 1941 года при выполнении боевого задания по бомбардировке противника в районе Сабска был атакован и сбит немецкими истребителями самолет СБ 10-го Краснознаменного скоростного бомбардировочного авиаполка 41-й смешанной авиационной дивизии. Экипаж самолета погиб. В том числе пилот, младший лейтенант, наш земляк Алексей Григорьевич Адамов. Родные знали о том, что он погиб, но никакой информации, где захоронен, какие обстоятельства были. Похоронка пришла только об этом. Его родная сестра много лет об этом рассказывала, переживала, что никакой информации нет. И буквально три года назад она ушла из жизни. Не дождавшись этой новости, все не верят, не то, что не верят, а они в шоке о том, что действительно это правда. И теперь есть место, могила, куда можно прийти.